Брюссельский бизнес Как лоббируют нечестные сделки И как проводят конспирологические сговоры О которых никому не известно Брюссель маленький город Почти провинциальный Но это поверхность В Брюсселе две с половиной тысячи лоббистских структур 15 тысяч лоббистов Это вторая по численности лоббистка индустрии в мире Больше только в Вашингтоне Немногие знают, что Евросоюз создавался Как организация лоббистская Как организация торговая Как организация, где представители различных государств Защищают свои интересы Выясняется, что та картинка, к которой мы привыкли Что ЕС это такое что-то красивое Честное, открытое Она ложная Потому что все завязано на огромные деньги И представители различных стран Различных крупнейших компаний Привозят туда такие огромные чемоданы денег Для того, чтобы решать какие-то свои вопросы Что наши рассказывают о коррупции О том, что в России наличные и так далее Это, конечно, просто смешно Поэтому брюссельский бизнес Это именно бизнес на том Как регулировать денежные потоки Переходящие из одной страны Евросоюза в другой Это конспирологическая теория А с другой стороны увлекательный рассказ О том, как работают финансовые воротилы И, конечно, это разрушитель мифов определенного рода Который просто взрывает мозг неподготовленного зрителя Открывая ему ту картину Европейского Союза Которую никто не ожидал увидеть Совершенно неприглядную Совершенно парадоксальную порой И, наверное, шокирующую Потому что все мы привыкли, что у нас все нечестно А у них честно На самом деле все наоборот Мир бизнеса везде жесток Как в России, так и в Европе Мария Гринкоулс наткнулась на телекс Президента Филлипса Висса Деккера В декабре 1985 года Он писал главам государств Смысл телекса был следующим Если вы не примете программу единого рынка То не оставите нам иного выбора Кроме как перевести наш бизнес В какое-то другое место Это была неприкрытая угроза КСП представлял 60% промышленного производства Западной Европы И явный шантаж Конечно, фильм интересен в первую очередь тем Кто так или иначе интересуется международными делами Но с другой стороны, он как детектив То есть это погрушение в интриге Это увлекательное чтиво Я думаю, он и домохозяйкам пригодится И тем, кто просто любит детективы читать Потому что для меня лично Экономика Европы – это детектив Особенно после просмотра этого фильма Вот откуда берется коррупция Когда лоббисты, деньги и законодатели Объединены вместе, рождается коррупция Разве это то, чего хотели европейцы? Неужели мы так наивны в своей мечте о единой Европе? Смотрите фильм «Брюссельский бизнес» на канале 24Doc